Продолжаем читать книгу Эмина Мемедли «Карабахская сага». Казалось бы, что устранённо последнее препятствие на пути к успеху, но неожиданно умирает Екатерина II. Оценивая в целом политику Екатерины II в Закавказье, можно сказать, что она, первая из династии Романовых, вошла в официальное отношение с Эчмиадзинским престолом. Активно используя армянские общины при выполнении, в кавычках, деликатных поручений. Не секрет, что Иван Лазаревич Лазарев в 1774-м был пожалован титулом графа именно за это. Что же касается разорения Тифлиса в 1775-м, то здесь всё гораздо более очевидно. Проводники и подстрекатели Ага Магомедхана, Каджара Аба и Мерджлум, которых, судя по письмам, хранящиеся в АВПР, сам Ираклий II считал основными виновниками катастрофы, были впоследствии обласканы русским правительством. За что? Они потворствовали созданию прецедента для легального военного вмешательства России в конфликт между Персией и Восточной Грузией. Судьба же Ираклия II, Сюзерна и благодетеля Аба и Мерджлума никого не волновала. Царь не перенёс такого злодейства и умер в 1798-м. Остаётся добавить, что при Екатерине II началось формирование регламента прав мусульманского населения Российской империи. Зашедший на Российский престол Павел I мгновенно отозвал войска графа Зубова в пределы России, не поставив в известность об этом самого главнокомандующего. Причины такого отношения к выдвиженцам Екатерину II легко объяснимы. Павел I Петрович Романов, воспитывающийся императрицей Елизаветы Петровны до 7-летнего возраста. После её смерти им не интересовались ни Петр III, ни его жена. Когда же после дворцового переворота 28.06.762 на престол взошла Екатерина? То он был объявлен царевичем, наследником престола. К сожалению, чисто номинальным. Екатерина II относилась к нему настороженно и не надеяла никаких властными полномочиями. Она видела в нём соперника и решила ограничить его участие во власти только продолжением рода. Более того, она поселила обоих старших сыновей Павла в своих покоях и лично воспитывала их. Относительно будущего Александра и Константина у неё были свои планы. Она собиралась лишить Павла прав на престол в пользу Александра. А под будущность Константина был заложен греческий проект. Внезапные болезни смерти Катерины II открыли царевичу путь к власти. Судьба подарила Павлу Петрову всего несколько лет правления. Но он успел отменить беззаконие с наследованием верховной власти, введённое Петром I и принесшее так много бед в стране. Что же касается внешней политики, то его внимание было приковано к Европе. Где создавались разнообразные коалиции с участием России против революции Франции. Относительно Закавказья Павел I решил поддерживать дружеские отношения с правителями Грузии и азербайджанскими владельными ханами. Создавая тем самым буферные зоны между Северным Кавказом, Персией и Османской империей. По этому поводу им были озвучены самые благие пожелания. Но наряду с этим он вписал крупные денежные пенсионы к некоторым членам армянской общины. Среди этих деятелей, получивших из России весьма солидное вознаграждение, был Юс Башер Петрос Мадат. Родной дядей этого человека, который очень скоро принёс так много несчастья и жителям Карабаха. Таким образом, Павел I официально приветствовал легитимных правителей, а неофициально финансировал некоторых из их подданных, причём только из одной этнической общины. В 1798-м, после захвата французами Мальты, Павел I возложил на себя титул Великого Магистра Мальтийского Ордена и обустроил резиденцию в Санкт-Петербурге. Вскоре он стал обдумывать варианты перемещения этой резиденции в Сифлис и создания на Южном Кавказе дружественно-православного государства. К сожалению, до сих пор эти планы остались неисследованы до конца. А жаль, импульсивный Павел резко изменил внешнеполитическую ориентацию и, обидевшись на англичан, стал способствовать сближению с Францией. Понятно, что он вспомнил мечту прадеда о завоевании Индии, которая справедливо считал наиболее уязвимой зоной английского влияния. В то время английская остиндийская компания занималась только коммерцией и, как ему казалось, не могла противовоздействовать русским войскам. В начале 1801-го Павел I назначил атамана Матвея Ивановича Платова, командирующим казачьими отрядом в составе 40 полков конницы и 2 рот артиллерии, который выступил в сухопутный поход на Индию. Но ослабление дипломатических и торговых связей с Англией привело к формированию заговоров среди русской политической элиты. Император был убит в ночь на 12.03.1801. Отряд Платова, уже дошедший до прикаспийских степей, отозван. Подводя итог российским попыткам аннексии за Кавказье в 18 веке, можно констатировать, что наиболее успешным в этом плане был Петр I Великий и Екатерина II Великая. Их почетные наименования не случайны, но это были правители с совершенно разными характерами. Петр I Великий, создатель Российской империи, современную читателю, черты его характера могут показаться неестественно противоречивыми. Придем их. Любознательность, которую он сохранял на протяжении всей жизни. Носил перстень и с выгравированной надписью «Я ученик и постоянно учусь». Не в пример некоторым современным политикам. Он не стесняется признавать в том, что не знает чего-либо. Он стремился постичь незнакомое и постоянно учился. В частности, у шведов за здоровье которых поднимал тост после Полтавы, как за своих учителей в ратном деле. Любознательность Петра способствовала тому, что он стал первым русским царем, который в 1683 вышел на корабле в открытое море из Архангельска. Под влиянием общения с Францем Лефортом он стал первым русским царем, который отправился за границу своих владений не в военный поход, а ради познания неведомого ему мира. Эта разведывательная миссия была закамуфлированная под Великое посольство. По сути, это был поход за новыми идеями и технологиями. Путь Великого посольства в Европе пролегал по маршруту Москва-Варшава, Берлин, Амстердам, Лондон, Вена, Краков, Москва. Любовь к прекрасному прежде всего проявилась в городостроительстве и в садопарковой архитектуре. Во время заграничной поездки Петр посетил великолепную столицу империи Габсбургов, Вену, и влюбился в нее. Он был настолько очарован ею, что решил построить новую столицу в России красивее, чем Вена. В этом стремлении он дошел до абсурда. Во время строительства Санкт-Петербурга было запрещено строить каменные дома во всех других городах России. Все каменщики сгонялись на стройки новой столицы. После смерти Петра все представители дома Романовых старались переплюнуть во вкусе и шарме более древнюю династию Габсбургов. Петр был одержим коллекционированием, основал кунсткамеру, где собирал различные редкости. Некоторые экспонаты были весьма специфичными. Личная храбрость и несомненный поководческий талант. Как известно, после афронта при первой осаде Азова и поражении под Нарвой в 1700-м, Петр I сделал необходимые выводы. Уже к 1708-му он применил изощренную тактику выжженной земли на Украине, чем поставил армию шведов в стратегическое невыгодное положение перед решающим сражением всей кампании под полтвой. Ранение Карла XII за несколько дней до сражения лишь усугубило незавидное положение его армии – чудовищное властолюбие. Ему было мало полноты светской власти. Он жаждал и духовной власти. Во внешнем мире Петр позиционировал себя как воителя за торжество православия и в то же время отменил патриаршество в России. Учредил послушный ему сенот, переплавил колокола православных церквей и монастырей на пушки, предпочел интересы армянско-грегориянской поствы православным грузинам и грекам. В общем, пробивая окно в Европу и постигая достижения западной науки и культуры во внутренней политике, император придерживался исключительно на российских методах. Патологическая жестокость. Во время последнего восстания стрельцов Петр I находился в составе Великого посольства за границей. Восстание было подавлено до его возвращения. Защитники выявлены и наказаны. Но государь по возвращении счел наказание слишком мягким и устроил показания массовой казни. Он лично казнил пятерых стрельцов, государь в роли палача. Такого не было ни в одном государстве XVIII века. Его жесткость и жестокость во время Северной войны на территории Украины против местного населения привела к тому, что его бывший сторонник Гетман Мазепа предпочел более цивилизованно Карла XII. Преследование старообрядцев в российской глубинке также сопровождалось предельной жестокостью. Их часто сжигали живьем. Самое печальное событие в жизни Петра связано с детоубийством. Такое в российской истории было и до него. Но если Иван IV Васильевич Грозный убил своего сына во время приступа бешенства, то Петр I приговорил к смерти царевича Алексея осознанно, якобы исключительно, в интересах будущего страны. Нечто необъяснимое. Несколько достоверных фактов, безусловно, требуют комментариев профессиональных психиатров. Как можно объяснить случай в анатомическом кабинете в Амстердаме, когда Петр заметил, что некоторые его придворные березгливо отворачиваются, не вынося трупного запаха. Царю это не понравилось, и он заставил их есть мертвичину. Другой случай. Через день после убиения своего сына, царевича Алексея, он устроил дикую пьянку в ознаменовании девятого годовщины со дня победы над шведами под Полтвой. Екатерина II Великая, императрица Всероссийская, во время правления которой территория России приросла больше, нежели при любом другом государе XVIII века из дома Романовых. Она походила на Петра I только властолюбием, талантом, успешным управлением и огромной страной, жизнелюбием и прекрасным вкусом в архитектуре. Во всем остальном она была совершенно иной. Екатерина была священной европейской государыней, без малейших признаков патологии и необъяснимых черт характера Петра I. По происхождению она была принцессой из бедного германского владительного Ангальд-Цербатского дома. После приезда в Россию приняла православие, стала именоваться Екатериной Алексеевной и вышла замуж за племянника Елизаветы Петровны. К власти пришла после двойцового переворота, в результате которого был свергнут и убит ее муж Петр III. Необходимо отметить, что матери Екатерины II, между прочим, приходилась к кузине Петру III. Но, как мы знаем, для властолюбивых людей кровное родство ничего не значит. Любознательность От природы Екатерины II была наделена большим умом и великой памятью. Находясь на вершине власти в России более 34 лет, она постоянно расширяла свой кругозор. В конце концов, она стала настолько образованной, что не испытывала никаких затруднений, переписываясь с такими великими интеллектуалами, как Вольтер и Дидро. Любовь к прекрасным При Екатерине II в Россию свозили антиквариат, редчайшие произведения искусства, библиотеки редких книг и ювелирные изделия. Об коллекционированных увлечениях императрицы нужно писать отдельно. В этой книге мы упоминаем о покупке ею бесценного для России архива академика Миллера. Ее увеличение античной архитектуры привело к попытке воссоздания в царском селе атмосферы Древнего Рима. Она в этом плане успешно продолжала стремление Петра I украсить свою столицу и ее пригороды. Эффективное правление Екатерина II настолько тонко постигла существенные механизмы, которые определяли образ жизни в России, что ее можно считать первоклассным менеджером. Несомненный талант в управлении такой непростой евразийской страной, как Россия, говорит о многом. Продолжение следует.